В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ждем новую волну. Министр здравоохранения региона дал прогноз по ситуации с коронавирусом. Бегущая книга. В Сарове прошел осенний интеллектуальный марафон. Труд-крут! Стройотряд с РФТН и Яумифи вернулся со всероссийской студенческой стройки. Далее расскажем обо всем подробно. Пик заболеваемости коронавирусом в нашей области придется на середину сентября, а риский подъем начнется 8 сентября, заявил Нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в эфире Центра управления регионами. Большинство случаев придется на новый подвид коронавируса «Кентавр». Как протекает болезнь и какие меры власти предпринимают для борьбы с ней, расскажем далее. Коронавирус вновь стремится к лидерству в медицинских сводках. Сейчас в регионе ежедневно ковидом заболевают от 700 до 1500 человек. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. Примерно 20% заболевших есть неярко выраженная симптоматика, которая больше похожа на респираторные вирусные инфекции. 150 человек находятся на кислородной поддержке. Такая ситуация сложилась с новым штаммом коронавируса «Кентавр». Эпидемиологи прогнозируют новую волну COVID-19. Мы считаем, что пик этой волны придется на примерно середину сентября, тогда, когда у нас подавляющее большинство людей вернется из отпусков, когда дети вернутся в школы, еще несколько дней на некую инкубационную историю, то есть пройдет инкубационный период. Дальше, начиная с 8 сентября, по данным Роспотребнадзора федерального и нашим данным, мы здесь совпадаем с ними, будет пик заболеваемости. Паниковать не стоит, заявил Давид Мелик-Кусейнов. За время эпидемии COVID-19 врачи уже изучили вирус и знают, как действовать в том или ином случае. Сейчас Нижегородская область готова к повышению заболеваемости. Уже увеличили количество коек для больных. У нас есть вся необходимая медицинская техника, у нас есть лекарственные препараты, которые, да, не лечат человека с коронавирусной инфекцией, но активно помогают преодолевать симптоматику, которая проявляется при средней и тяжелой тяжести болезни. Вот мы знаем хорошо теперь, как проводить реабилитацию постковидную. По требованиям Роспотребнадзора в медицинских и социальных организациях Нижегородской области временно введен масочный режим. В качестве рекомендации маски советуют носить людям и в общественных местах. Первые три дня с момента появления симптомов коронавируса желательно посидеть дома и помочь своему организму мультисимптомными препаратами, например, лекарствами от температуры и главных болей. Принимать их можно 2-3 дня. Если нарастает симптоматика, либо 3 дня держится один и тот же уровень температуры, появляются дополнительные симптомы, такие как отдышка, какие-то проблемы с болевыми ощущениями, то есть в сердце, в поясничном отделе, в горле боль не утихает, головные боли с радиацией в шею или еще куда-то. Вот тогда, конечно, нужно обратиться к медику. Также при появлении первых симптомов COVID-19 рекомендуется постельный режим и обильное употребление воды. Если заболел ребенок, то врача лучше вызвать сразу, не занимаясь его самолечением. В региону развернуто порядка 160 пунктов вакцинации. Во всех поликлиниках есть достаточное количество вакцины «Спутник Ви». Светлана Ярунова, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Центр поддержки предпринимательства начинает новый проект «Пять вечеров в Сарове». Его цель – вовлечь горожан в активную жизнь и рассказать о саровских предпринимателях и организациях в сфере культуры и развлечений. Презентация проекта пройдет 6 сентября в 16 часов в ЦПП. Регистрация по телефону 9-92-63. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Саровском театре пройдут творческие лаборатории, которые познакомят зрителей города с новыми именами, темами и течениями. С 26 сентября по 2 октября Театр нации и программы «Территория культуры Росатома» приедут в Саров с темой, посвященной детскому театру. Внутри лаборатории пройдут мастер-классы для артистов и работников цеха. Для зрителей состоится открытая лекция «Театр для детей сегодня». Форма и содержание, которые проведет театральный критик, обозреватель «Театр кукол» и «Театр для детей» Анна Казарина. Также саровчанам покажут эскизы трех спектаклей – одного кукольного и двух драматических. Посетить лекции эскизы можно будет бесплатно по флайерам, которые раздают в кассе театра. В Болгарском кранево 1 сентября завершился чемпионат мира по русским шашкам среди юношей и девушек. В основной классической программе Алиса Рубцова, воспитанница объединения «Шашки» Дворца детского творчества, завоевала серебряную медаль и второй раз за время соревнований поднялась на вторую ступень пьедестала почета. До этого аналогичного успеха она достигла в молниеностной программе. Запрет на охоту отменили в Нижегородской области со 2 сентября. Соответствующий указ подписал глава Нижегородской области Глеб Никитин. Напомним, ранее охоту на территории региона запретили из-за лесного пожара в Воротынском округе. Однако 1 сентября спасателям его удалось потушить. Улучшение обстановки позволяет заменить режим ЧАЭС на режим повышенной готовности, а также вновь открыть охоту. «Благодарю всех за ответственную гражданскую позицию. Как только позволила ситуация, я принял решение о снятии ограничения», – отметил Глеб Никитин. При этом в 49 муниципалитетах ограничено посещение лесов из-за высокой пожароопасности, в том числе и в Сарове. Несмотря на это, нижегородцы смогут выйти на охоту на пернатую дичь, кабана, лоси и медведя. А с 5 сентября начнется выдача разрешений на добычу пушных животных. В День знаний в Сарове прошла всероссийская акция «Бегущая книга». В интеллектуальном забеге приняли участие волонтеры и библиотекари города. Осенняя акция посвящена Году культурного наследия народов России. 1 сентября на улицах города можно было встретить не только школьников в белых блузках, но и бегущих людей в белых футболках. Активисты задавали прохожим вопросы для проверки эрудиции. Предлагали им отгадать, что это за роспись, в каком городе она родилась и в чем ее разница, скажем, от другого вида росписи. Показывали изделие с охламской росписью. Ежегодная акция «Бегущая книга» была посвящена Году культурного наследия народов России. Книгобежцы разговаривали с горожанами о декоративно-прикладном творчестве, художественном промысле и народных ремеслах Нижегородской области. Так опрашиваемые должны были найти разницу между хохламской и городецкой росписью. Также участники акции предлагали саровчанам посмотреть на изделия из дерева, которые выполнены в этих двух видах промысла. Люди смущаются, но когда вступаешь в диалог, обращаешься к ним искренне, интересуешься, сразу расцеплеет, раскрывается. И очень было приятно. Школьники открыто вступали в диалог, их родители, бабушки, дедушки, преподаватели, сорвти. Спасибо всем огромное. «Бегущая книга» – ежегодная социокультурная акция, которая объединяет представителей библиотечного сообщества и любителей чтения по всей России. Акция нацелена на популяризацию библиотек, привлечение внимания к чтению и интеллектуальному развитию. К проведению акции присоединяются до 800 библиотек во всех уголках России, в больших и малых городах, а также в деревнях и селах. В этом году в «Бегущей книге» приняли участие саровские школьники и студенты. Горожане, в принципе, отвечали активно, все отвечали правильно, называли совершенно разные промыслы и хохлому, и городецкую роспись. И из Павлова металлообработка, и резьба по кости, и резьба по дереву. В общем, все знали всего понемножку. За правильные ответы респонденты получали в подарок книги саровских поэтов, а также приглашение в библиотеку имени Маяковского. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Студенческий трудовой отряд СРФТ и обороны вернулся со всероссийской стройки «Мирный атом-2022», которая проходила этим летом в Озерске. На протяжении двух месяцев ребята на практике осваивали рабочие профессии атомной отрасли, помогали на строительных объектах и при благоустройстве производственных площадок. Возрождение стройотрадовского движения в Саровском физтехе началось в 2017 году, когда студенты вуза трудились на отраслевом предприятии «Элерон» в Сарове. Позднее, в 2019 году, летний трудовой семестр студенты провели в Челябинской области на объекте всероссийской стройки «Мирный атом-Озерск». Затем стройки проходили в ограниченном формате из-за пандемии. Спустя два года студотряд СРФТ снова вернулся в Озерск. Свой трудовой семестр они провели на ПО «Маяк». Для многих членов команды поездка на Целину была первой. Это была моя первая поездка в строотряде. Она была очень увлекательна, я получил огромное количество опыта, прошло кучу интересных мероприятий, которых нигде, кроме этого места, вряд ли где-то можно увидеть. Помимо работы, там было множество мероприятий, таких как спорт, походы, также были отрядные традиции. В спорте там были практически все дисциплины, там волейбол, футбол, баскетбол, теннис. Мы отправлялись на экскурсию также в горы, что очень понравилось всем. На всероссийской стройке ребята стали лучшими в перетягивании канаты, а также заняли второе место на кибертурнире. Однако главное достижение – хорошие производственные показатели, которые продемонстрировал Саровский студотряд. На протяжении двух месяцев на ПО «Маяк» ребята занимались вырубкой лесов на территории завода, а также отделочными работами. Отделочные работы у ребят было мало опыта в этом, но в процессе ребят набрали опыта. Там были наставники, которые подсказывали, что они оценивали нашу работу. Если что, мы что-то доделывали, переделывали. В итоге получилось закрыть эту свету прямо к отъезду и сдать сам попускник рабочего. Помимо этого у нас были мероприятия массовые. То есть для всех участников проекта были различные фестивали, творческие номера. Мы очень сильно уставали от работы, поэтому мы не принимали участие. Мы ходили только как зрители, болели за друзей. Сейчас студенческий стройотряд возвращается к привычному учебному ритму. С сентября у ребят начался новый учебный семестр. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Станция юных техников объявила набор на новый учебный год. Юные саровчане смогут освоить авиамоделирование, познакомиться с робототехникой, дизайном и так далее. Помимо привычных направлений появятся четыре новых объединения. Подробности далее. Авиамодельные и судомодельные кружки, начальное техническое конструирование, умелые руки, электрифицированная машина. Из года в год эти направления технической направленности на станции юных техников раскрывают свои двери перед юными саровчанами. Есть и художественное отделение дизайн, прикладной дизайн и разноцветные капельки. В этом учебном году к уже знакомым добавится новое отделение. Это направление веб-дизайн и разработка. Программа будет рассчитана на один год. Преподавание у нас будет вести здесь у нас на Московской, 24. Педагог Баландин Дмитрий Валентинович. И еще три новых направления, которые мы совместно с 10-й школой открываем. Это основы 3D-моделирования и прототипирования для начальных классов. 3D-моделирование и основы прототипирования для среднего звена. Инженерный дизайн и 3D-моделирование КАД для старшеклассников. Вести занятия будут на базе 10-й школы для ее учеников. В планах развивать и расширять эти направления. В перспективе участие воспитанников в чемпионатах WorldSkills Russia в Нижегородской области. Для детей помладше СЮД предлагает несколько объединений. Начальное конструирование. Это направление, которое рассчитано на дошкольников старших групп и подготовительных групп. Наши педагоги занимаются с этими детьми. Детки приходят к нам из детского садика и здесь у нас занимаются. Занятия в объединениях станций юных техников начинаются с 12 сентября. 9 сентября в 18 часов пройдет день открытых дверей, на котором родители смогут пообщаться с педагогами и записать детей на различные направления. Оставить заявку можно уже сейчас. Также необходимо зарегистрироваться через навигатор дополнительного образования. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». Ее цель – помочь животным приютам Урдом обрести любящую семью. В этом выпуске расскажем о трехлапом коте по кличке Аризона. Аризона выделяется среди других животных приюта Мурдом. У кота нет одной передней лапы. Аризона попал под опеку волонтеров с сильными травмами. Из конечности торчала кость. Было понятно, что лапу спасти не получится. Пришлось ее полностью удалить. Но на этом беды кота не закончились. После операции он заболел коронавирусом, поскольку коронавирус у него был в носительстве. И ослабление иммунитета дало толчок для болезни. И он перенес очень много капельниц, очень много уколов. И естественно после этого для него человек стал символом уколов. Когда Аризона выздоровел, волонтерам пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать доверие кота. Сейчас он дает себя гладить, идет на руки. Но к посторонним людям еще относятся настороженно. Что касается потери лапы, то на активности кота это не сильно сказалось. Он приспособился. Отсутствие лапы никак не влияет. То есть он спокойно будет запрыгивать и на диваны, и на кровати, и на другие предметы мебели. Он здоровый, все хорошо. Аризона подойдет в семью без маленьких детей. И тем людям, которые будут готовы набраться терпения, чтобы его адаптировать. Именно не в плане лотка дома и так далее, а именно адаптировать к себе, к человеку. Чтобы он опять пошел на ручки, чтобы он снова давал себя гладить. То есть на это потребуется какое-то время. Волонтеры уверены, в любящих, заботливых руках Аризона быстро станет ласковым и добрым домашним котиком. По всем вопросам обращайтесь по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два, ноль девять пятьдесят один. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей.